Украина среди главных тем на 77-м заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Впервые после начала пандемии главы стран и правительств приезжают в Нью-Йорк лично. Исключение сделали только для президента Украины Владимира Зеленского. Он выступит завтра по видеосвязи. О том, с какой целью украинская делегация поехала в Нью-Йорк, смотрите далее в нашем материале. Отказ от ядерного оружия, продовольственный кризис, безопасность нацменьшин. Но одна из главных тем – российское вторжение в Украину. Ее будут обсуждать в ближайшие дни на Генеральной Ассамблее ООН. С трибуны в Нью-Йорке выступят лидеры стран и правительств. Статус участников – наивысший. Глава украинской делегации и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он напомнил, что угрозы российского вторжения в Украину касаются не только Европы, но и любого региона в мире – от Азии до Латинской Америки. Если мы хотим, чтобы мир руководствовался законами, где даже сильнейший понимает, что ему не сойдет с рук его откровенное нарушение законов, существующих в этом мире, то вы должны поддерживать Украину. Мы все в одной лодке. И это то, что я хочу донести людям в Латинской Америке. Единственная разница между нами и вами в том, что пока нас атакуют российскими ракетами и танками, вас атакуют инфляцией и энергетическим кризисом, спровоцированными российской политикой. Украина станет важнейшей темой для обсуждения на площадке Генассамблеи ООН, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Борель. Он добавил, что продовольственные энергетические кризисы болезненно ударили по экономике многих стран. Но мир должен знать, что виновна в этом российская агрессия. Война в Украине создала шокирующие волны по всему миру. Речь идет не только об Украине, которая страдает от этой войны. На украинских людей сбрасывают бомбы, они подвергаются ракетным обстрелам, по ним стреляют. Но и остальной мир атакован ростом ценной энергию на продовольствие. Мы можем сказать, что война влияет на всех на земле. Главный европейский дипломат также добавил, что Евросоюз требует от России немедленно вывести войска с захваченной Запорожской атомной станцией и настаивает на создании зоны безопасности вокруг предприятия. В сессии Генеральной ассамблеи ООН участие возьмет и делегация МАГАТЭ, чьи эксперты недавно побывали на ЗАЭС. Гендиректор агентства Рафаэль Гроси напомнил, что любые боевые действия возле ядерного объекта недопустимы. Запорожская атомная электростанция расположена в центре зоны боевых действий. И ее энергетический статус далек от безопасного. Поэтому там необходимо срочно создать зону ядерной безопасности и защиты. О том, что Генассамблея ООН станет площадкой для давления на Россию, рассказала представитель Госдепартамента США Андрея Калан. По ее словам, лидеры стран будут говорить о том, что война против Украины нарушает все законы и правила Организации Объединенных Наций. Соединенные Штаты на Генассамблее также выступят с предложением реформировать свет безопасности ООН. Сейчас Организация Объединенных Наций сталкивается с кризисом доверия, вызванным неспровоцированной войной России в Украине. Эта война тестирует фундаментальные принципы, на которых была основана ООН. Именно поэтому эта неделя так важна. Это момент, чтобы защитить Организацию Объединенных Наций и продемонстрировать миру, что она все еще может решать самые насущные глобальные проблемы. На Генеральной Ассамблее ожидается выступление украинского президента Владимира Зеленского. Он обратится к участникам онлайн. Украина предложит союзникам принять резолюцию о конфискации российских активов для восстановления страны. Президент также ожидает, что будет создан специальный трибунал для тех, кто совершал военные преступления в Украине. А также будет поднят вопрос о признании России страной-спонсором терроризма.